Добрый день! Вот хочу показать монету последнего года РСФСР перед образованием СССР. Хотя СССР был образован 30 декабря 1922 года, 1923 годом датированы эти монеты еще с гербом РСФСР. 10 копеек серебро, 500 пробы. На версии герб РСФСР. Масса монеты 1,8 грамма, диаметр 17,2 мм, гурт рубчатый. Так, что еще сказать-то? Ну, цена 1923 года, вот 10 копеек, в среднем порядка 100 рублей. В состоянии UNC с четким штемпельным блеском по аверсу и по реверсу, ну, в пределах где-то 600-700 рублей. Я посмотрел предлагаемые лоты в настоящий момент. Ну, там много лотов, которые продавцы обозначили как UNC, но они там даже на X5 по сути не тянут. Ну, X5, да, просто рельеф, блеск металлический, вот как вот эта вот монета. То есть штемпельного блеска здесь практически нет. По аверсу еще чуть-чуть там в гербе, он в шоке там бегает, в надписи «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», вот там вот чуть-чуть остатки блеска. А именно вот в отличном состоянии, превосходном, предложений, в частности на мешке практически нет. Там есть там пару лотов, 600-700 рублей. Вот. Ну, что сказать. Вот 30 декабря 1922 года был уже СССР образован после подписания договора между РСФСР, Украинской СССР и Белорусской, и Загаугасской. Ну, монетки еще вот в 23-м с гербом со старым шли. Со старым аверсом. Видимо, было не до замены, так скажем. Более важные дела были государственные. Да, блеск присутствует, я тоже сейчас вот вижу. Ну, что еще? Разновидностей данного монеты, данного номинала и 1923 года нет. Одна разновидность, а штемпель один. По общепринятому каталогу. А есть там некоторые, так скажем, дотошные люди пытаются выделить вторую разновидность. Но, как бы, в каталоге она не принята на сегодняшний день. Поэтому большинство нумизматов склоняются к тому, что разновидность одна. 1922 год подороже ценится. У меня пока нет монетки такой. Там в XFY порядка 350-400 рублей. И, соответственно, UNC также пропорционально выше цена. А 1921 год при восходном состоянии вообще стоит несколько тысяч. Даже десяти копеечник. Вот. На этом, наверное, закончу короткий обзорчик. Такой вот классический белончик. Ранние советы. Собирайте монетки. Изучайте. Вспоминайте историю. Ну, либо узнавайте. Как говорится, кому как. Кто-то изучал, может, раньше. Кто-то, собирая коллекции, начинает узнавать историю. Как говорится, так скажем, не только своей страны, но и мира. И прочее. Много всего очень интересного, на самом деле. Таят в себе монетки. И марки. Все, кто что собирает. Любые антикварные какие-то вещи. Это, на самом деле, прекрасно. Всем спасибо. Всем здоровья. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь, по возможности, на канал. Ну, это, в принципе, ваше право. Надеюсь, будут какие-то у меня еще интересные обзоры. Будем стараться. Всего доброго всем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok